Всем привет! Сравнение смартфонов Xiaomi Redmi Note 5, версия на 3 гигабайта оперативки и 32 гигабайта встроенной памяти, против Xiaomi Redmi S2, версия на 4 гигабайта оперативки и 64 гигабайта встроенной памяти. По стоимости вы можете сравнить эти устройства в описании к этому видео. А теперь давайте перейдем к сравнению их внешнего вида. В принципе, видите, что габариты не отличаются, отличаются материалы корпуса. Начнем мы с Note 5. Это металлический корпус, неразборный. Сверху и снизу находятся пластиковые вставки. Основная часть металлическая. Сзади двойная камера с LED-спышкой и датчик отпечатка пальцев. На передней части 6-дюймовый дисплей. Если быть точным, 5,99 дюйма дисплей. Ну, будем говорить 6 дюймов. Над экраном разговорный динамик, фронтальная камера, датчики приближения освещения. Слева слот, справа кнопка включения, кнопка приближения громкости. Сверху и порт, снизу джек для наушников, порт microUSB, динамик и микрофон. Давайте теперь откроем слот. Это комбинированный слот. Мы можем использовать устройство на 2 nano-симки или 1 microSD карточку и 1 nano-SIM карточку. На 2 nano-симки, да, я правильно сказал. И теперь о Xiaomi Redmi S2 в сером цвете. Сзади находится двойная камера и датчика отпечатка пальцев. Материалы корпуса пластик. Этим они отличаются. Тут основная часть металлическая, тут весь корпус сделан из пластика. На передней части такой же 6-дюймовый дисплей. Разговорный динамик, фронтальная камера, датчики приближения освещения. Слева слот, справа кнопка включения кнопки громкости. Сверху и порт и джек для наушников. Тут он находится сверху, у Note 5 снизу. А тут у него снизу порт microUSB, динамик микрофон. Ну, видим, что очень похожее устройство. По сути отличаются только материалом корпуса по внешнему виду. По габаритам они одинаковы. По размещению элементов управления тоже одинаковые, за исключением джека для наушников. Ну и слот откроем. У S2. Тут слот полноценный на 2 наносим карточки и microSD карточку для расширения памяти. В то время, когда у Note 5 слот комбинированный, тут слот полноценный на 2 наносимки. Это преимущество. Включим устройство, сделаю это одновременно. Посмотрим, кто быстрее загрузится. Зажал кнопки я одновременно. Чуть раньше включился S2. Вот именно, среагировал на нажатие кнопки раньше S2. Теперь смотрим, кто загрузится быстрее. Примерно одинаково они загружаются. Тут 18% батарейки, но думаю, для обзора нам хватит. Никаких энергорежимов вставить не буду. Добавим яркости тут и тут. Теперь перейдем в настройки. Посмотрим на версии операционных систем. О телефоне. Версия Android 8.1.0. Версия MIUI Global 9.5. А тут 9.6. У S2. 9.5. 19.0. Против 9.6.2.0. Версия MIUI. Закрываем. Переходим в синтетический тест GeekBane 4. Поговорим о железе. Перед этим о дисплеях. Начнем с Redmi Note 5. Тут установлен дисплей 6 дюймов. 1160 на 1080 точек. Разрешение этого дисплея. IPS матрица. У Xiaomi Redmi S2 дисплей 6 дюймов. Разрешение этого дисплея 1440 на 720 точек. Также IPS. То есть тут разрешение поменьше. И теперь о железе. У S2. Процессор Qualcomm Snapdragon 625. Это 8-мядерный процессор 4 плюс 4. 4 более мощных и работоинтактовой частоте 2 ГГц. Видеоускоритель Adreno 506. Оперативная память 4 ГБ. Встроенная память 64 ГБ. У Xiaomi Redmi Note 5. Процессор Qualcomm Snapdragon 636. Также 8-мядерный процессор. Но его 4 мощных ядра работают на чуть меньшей частоте 1.8 ГГц. А энергосберегающие ядра работают на тактовой частоте 1.6 ГГц. Видеоускоритель Adreno 509. Тут Adreno 506. Оперативки в данной модели 3 ГБ. Встроенной памяти 32 ГБ. Запускаем тест на S2. Потому что тут уже результат есть. Вот он. Это тест процессора. А тут результатов дождемся. Ну я пропущу весь процесс теста. Увидите уже сам результат. Результат синтетического теста GeekBane 4. Теста процессора. Видим, что одноядерный тест S2 проигрывает так же как мультиядерный. Но мультиядерный проигрывает менее значительно, чем одноядерный тест. Такие вот результаты. Теперь переходим к тесту видеоускорителя. Запускаем. Тут результат уже есть. 4560. И ждем результат на S2. Результат теста видеоускорителя. S2 3470. Note 5 4560. Закрываем GeekBane 4. Переходим в следующий синтетический тест Antutu Benchmark. На Note 5 вы сейчас увидите результат. Результат 115 тысяч на S2. Запустим. Тест. И увидите уже сравнение результатов. Результат теста Antutu Benchmark. 115 тысяч против 76 тысяч у S2. Давайте теперь сделаем тест функции. Посмотрим, сколько касаний поддерживает тачки этих устройств. Тут 10 касаний. Тут тоже 10 касаний. Закрываем. Теперь откроем браузеры устройств. Посмотрим, как быстро загружают они интернет-странички. Открываем. Загрузился сайт Mi.com. Возвращаем. Так. Давайте по вот этой вот ссылочке. Вот одновременно нажимаем. Посмотрим, кто загрузит быстрее. Чуть быстрее загрузил в Note 5. Возвращаем назад. Давайте по вот этой вот ссылке. Примерно одинаково. Тут даже S2 был немножко быстрее. Ну, примерно одинаково, да? Они работают в интернете. Особой разницы не замечаю, в принципе. Плюс-минус. Одинаково работают. Что ж, переходим теперь к следующему тесту. Это игровой тест. Для этого откроем тяжелую игрушку PubMobile. Посмотрим, как она работает на этих устройствах. Запускается PubMobile. Видим, быстрее загружается он на Note 5. Ну, вот пятая, может загрузилась менюшка. Тут еще нужно чуть-чуть подождать. Ну, давайте, тут скорее всего еще нужно будет зарегистрироваться, да? Не проходил я тут процесс регистрации. Поэтому, видите, уже сам игровой процесс. Запустилась игра. Что, давайте теперь перейдем в настройки. Графика тут стоит на плавной и средней. Тут графика по умолчанию стоит на плавной и средней, на таком же уровне. Теперь запускаем игру. И посмотрим, как при одинаковом графическом уровне, где будет работать. Игра плавнее. А может и вообще не будет никакой разницы. Но Note 5 загружается быстрее. И работает достаточно плавно. Игра плавнее. Ну, работает, да, примерно на одинаковом уровне. По плавности, что там, что там, плюс-минус одинаково. Особой разницы нет. В этой игрушке. В целом, игры будут работать плюс-минус одинаково на этих устройствах. Особой разницы заметно не будет. Но единственное, что загружаться они будут быстрее на Note 5. Вот как было на примере с PUBG Mobile. Ну, практически большинство игр загружаться будет быстрее на Note 5. Работают они плюс-минус одинаково. Если где-то и будет чуть лучше работать, то на Note 5. Ну, на PUBG Mobile. В PUBG Mobile они работали одинаково по плавности и по графике. Что ж, теперь поговорим о камере. Перейдем к камератесту. У S2 камера двойная. Фронтальная камера 16 Мп. Основная 12 плюс 5 Мп. И теперь я покажу вам примеры снимков на основные камеры этих устройств. В сравнении, выводу их на экран, вы сможете оценить их качество. Что касается автономности этих устройств. Это устройство лучшая ситуация на Note 5. Он где-то на 10-15% работает дольше, чем S2. Батарейка у него 4000 мАч против 3200 мАч. Но при этом употреблении у него больше. Но все равно большая емкость батарейки обеспечивает немного дольше автономную работу при одинаковой нагрузке. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл. Комментируйте, ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока.